Привет, мои хорошие, с вами Снова Гоша, и сегодня у нас Майнкрафт обновление 1.19.0.20, да! Итак, для начала хочу сказать по поводу новых переводов. У нас перевели некоторые вещи с прошлой бетки, у нас перевели усиленный, то есть вот этот блок как усиленный глубинный сланец. Кстати, как вы видите, у меня уже перед экраном новое обновление, давайте-ка чуть-чуть позже об этом. Короче, ну это немножко странно вообще, типа, ну ладно. И Вардена у нас перевели как Смотрителя, то есть появление Смотрителя. Кстати, почему появление? Ладно, это пока что всё по поводу старого. Ну а теперь по поводу нового. У нас, получается, новый мангровый пион появился, то есть я уже даже запомнил, как это называется, то есть, ну из-за того, что вообще-то я посмотрел вот здесь, ну ладно. У нас появился новый мангровый забор, то есть у нас появились, естественно, мангровые доски, да. У нас появились, естественно, новая дверь. Кстати, она выглядит очень прикольно, прям, блин, мне нравится эта дверь. Люк у нас появился новый, он, его можно использовать очень много где, это прикольно. Это достаточно тоже люк, но я не знаю, типа, вот эта вот дырка мне не нравится, если честно. Ну как бы, как сказать, она мне нравится в том плане, то что это прикольно для задумок каких-нибудь, вот. Но в то же время мне она не нравится из-за того, что, ну это дырка. Ладно. Здесь у нас появился ещё, появилась калитка мангровая, да, она тоже достаточно хорошо выглядит. Мангровая лодка. Кстати, они не переведены все, то есть мангровые, вот эти вот фигни не переведены, кроме лодка из мангрового дерева с сундуком. Только лишь она переведена почему-то. Непонятно почему, но ладно. И, кстати, с предыдущих версий нас перевели лодка с сундуком. Да. Дальше, после этого, давайте-ка вот эти вот блоки мы оставим напоследок. Дальше давайте-ка посмотрим, что у нас тут вообще ещё есть. Давайте-ка вот это вот всё уберём, потому что нам оно больше не нужно. И заберём всё остальное. Короче, очень прикольное обновление вообще. Мне прям понравилось оно. Но, как по мне, это одно из самых таких прикольных обновлений. Вот. Короче, у нас есть теперь, ну, вот такое вот, вот такое вот мангровое дерево. То есть, мангровые, точнее, корни. Возможно, это немножко громковато. Я не знаю, почему они сделали такой громкий звук. Но в то же время, это достаточно вот прикольный звук. Просто очень прикольно слушается. И причём, знаете, вот тут вот, вот такие вот деревья как раз-таки есть. Из этих новых, так скажем, корней. Я не знаю, это первое дерево, у которого вообще есть корни. Также у нас есть листва вот такая вот. Она пока что чё-то как-то, ну, если честно, если честно, мне она не очень нравится. Но, в принципе, можно использовать её в постройках. Кстати, у нас вот такая вот табличка есть. Да, то есть у нас появились вот такие вот таблички. Мангровые тоже. Да, прикольно они тоже выглядят, вот. Дальше у нас, ну, очищенная кора мангрового дерева. Да. Ступеньки мангровые. Дальше после этого полублоки мангровые. Кстати, в ступеньки мне прям зашли. Мне кажется, их можно использовать где-нибудь мне даже. Вот. Ну, мангровое просто вот такое вот мангровое просто дерево. Я не знаю вообще, где оно будет использоваться, но пока что я его не видел здесь. То есть, вроде как там где-то его нету, насколько я вижу. То есть, ну, я, конечно, не летал полностью, но могу заявить то, что вроде как его не было. То есть, я не знаю, где оно будет использоваться, серьёзно. Но, надеюсь, то, что оно будет потом использоваться тоже как-нибудь. Ну, про топливчика я сказал. Мангровые, ну, кнопки и ножевные плиты тоже достаточно прикольно выглядит. Ну, и, в принципе, очищенное дерево с двух сторон. То есть, ну, то есть, точнее, ну, боже, короче, со всех сторон оно очищено будет. Вот. А вообще, у нас ещё одно есть, ещё один вид. Но я не знаю, как его найти. А, вот, ну, короче, тут вот. А может, его и нету. А, походу, да его и нету. А странно. То есть, у нас должен, должно быть не очищено. А, вот оно, походу. Ещё одно, вау. Подождите-ка. То есть, это ещё не всё. Здесь, получается, вот такой вот есть. А есть ещё вот такой вот. То есть, это уже корни с грязью, короче. Это, короче, корни с грязью. Я не знаю точно. Ну, в принципе, они достаточно прикольно выглядят. То есть, можно использовать тоже. Знаете, это можно уже использовать. Кстати, здесь звук есть. Сейчас. Прикольно. И уже у всех, опять же, блоков есть звуки. Это очень классно. Причём, смотрите. Можно в листву, получается, залить воду. Но она будет вытекать. Почему-то на Java-версии она не вытекает. А на Bedrock-версии она вытекает. Кстати, смотрите. Что у нас произошло с землёй? После воды, короче. Насколько я понимаю. Теперь земля будет становиться обычной землёй. Вот. А потом потихоньку, вообще-то, она может превратиться ещё, насколько я понимаю, в грязь. Не факт, конечно, но, возможно, это так работает. Возможно, нет. Не знаю. Но, по крайней мере, теперь почему-то от воды серьёзно земля с травой становится вот такой вот землей. Да. Это немножко странно, но в то же время прикольно. То есть, прикольно такая фича. Можно её где-то использовать тоже. Я не знаю точно где, но можно её, думаю, тоже где-то использовать. Полублоки я, вроде как, показал. Это я тоже показал. В принципе, поэтому давайте-ка уберём это всё. Так, ну давайте-ка перейдём к последним нашим блокам. И, в принципе, можно посмотреть поподробнее этот биом и всё в этом духе. У нас есть, получается, саженец. У нас есть саженец. Кстати, почему-то у него звука ещё нету. Того, как садится. То есть, какой-то странный звук. О, с первой попытки. Офигеть. И причём, смотрите, какой огромный. Офигеть. Это же прям громадное какое-то дерево. И смотрите, у него есть плоды, короче. Прикиньте. То есть, это не просто дерево. У него уже есть плоды. И мы их можем выращивать с помощью костной муки тоже. И да, они серьёзно растут. Дальше. Давайте-ка посмотрим дальше, что у нас есть. У нас есть. Я не знаю почему, но у нас уже перевели. Утрамбованная грязь. Причём, знаете, у неё звук такой прикольный. Мы ходим по ней тоже прикольно достаточно. То есть, прикольно достаточно тоже звук. Подождите-ка. Да, прикольный достаточно звук. И звук того, что мы ставим, тоже прикольный был. Короче, знаете, это вообще такой декоративный блок. То, что можно его использовать, тоже достаточно прикольно. Много где, короче, можно его использовать. Стена из... Глина бетонного кирпича. Боже. Чё за словечки такие? Достаточно тоже хорошая стена. Выглядит классно. Знаете, такое ощущение, что как будто бы это не грязь. То есть, не утрамбованная грязь. А как будто бы это какой-то другой блок. Я не знаю вообще. Плита из... Опять же, кирпича этого. Вот. То есть, плита уже. Ступенька. Из этого кирпича. Кстати. Тоже достаточно прикольный звук. А почему? Он настолько прикольный. Офигеть. Ладно. И кирпичи есть ещё. И, в принципе, это всё, что я могу показать вам. Но. Но. Не спешите закрывать видео. Дело в том, что давайте-ка пройдёмся немножко дальше. Ну, вообще. У нас тут эффект темноты изменился. Но это чуть-чуть попозже. Мы посмотрим. Смотрите, что у нас за биом тут. Офигеть. Я просто не знаю, блин. Это один из самых красивых биомов. Блин. Мне нравится. Вот жалко то, что подлагивает у меня сейчас. Но, смотрите. Здесь даже есть около деревьев корни. То есть, серьёзно. Вот такие вот. Серьёзно. Это деревья, у которых, наконец-таки, есть корни. И прикол в том, что, типа, это деревья вообще, в принципе, все состоят из камней. И смотрите. Даже на самой воде есть эти деревья. И смотрите, как это классно выглядит. То есть, если так подумать, то здесь прям очень классно отпишутся светлячки потом. Это прям очень классный биом. Мне прям нравится, серьёзно. Я прям обожаю теперь вот эту вот новую версию. И чисто из-за этого это просто респект разработчикам, потому что они добавили это. Причём, знаете, я только что нашёл домик ведьмы. Да. Кстати, спасибо сайту modscraft.net за предоставление данного сида. Потому что данный сид предоставил modscraft.net. То есть, я его стырил с modscraft.net. Да. Вот. Ну и, короче, мне нравится. Мне нравится это обновление. Вот, серьёзно. Это одно из самых лучших прям обновлений. И, кстати. Один из биомов, в которых есть, опять же, кустики. Только почему-то он один тут. Очень прикол. Я не знаю, почему он тут один. Но это прикольно тоже. Короче, мне нравится это обновление. Ну и эффект темноты. Давайте-ка посмотрим, что в нём изменилось. Кстати, вот смотрите, что тут ещё пишется. Отрегулируйте, насколько тёмным будет становиться экран во время действия эффекта темноты. Вызванного мобами, зельями и так далее. То есть, вот так вот оно становится. Как бы мы, как бы, можно сказать, моргаем. Но, ну, то есть, у нас раньше не было такого, чтобы всё было темным-темно. Теперь это серьёзно тот эффект, который у нас уже раньше был. Фактически. Только чуть-чуть улучшенный. Нет, конечно же, в принципе, в принципе, я не против. Блин, я не помню, как этот серьёзный эффект называется. Короче, эффект темноты у нас похож на эффект слепоты. Вот. То есть, просто с каким-то морганием, можно так сказать. Ну, если честно, так себе. То есть, раньше хотя бы он не напоминал эффект, получается, слепоты. А теперь он напоминает эффект слепоты. Круто. Чё сказать. Ну, ладно. В принципе, это его особо как-то не делает хуже. В принципе, даже наоборот. Мне кажется, то, что это получше будет. Потому что всё-таки было как-то странно видеть то, что у нас вдалеке. Потому что, ну, как-то становится резко светло, так скажем. Теперь у нас будет, получается, эффект слепоты вместе с эффектом темноты. Лол. Также у нас исправили дофига багов. И что-то было с Java-версией взято. Но я не буду перечислять всё. Ну, то есть, как бы, я не буду это всё вам говорить. Что там исправили, что там добавили ещё. Помимо этого всего. Поэтому, просто я закончу на этом видос. Если что, ссылка на новую версию Майнкрафта будет в описании. Ну, а на этом всё. А с вами был Гоша С9. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте с удовольствием в комментарии. Делитесь этим роликом с друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну, а на этом всё. Всем до новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok